Здравствуйте, дорогие друзья! На прошлых встречах мы с вами много говорили о свободе. О свободе от состояния под грехом, о свободе от состояния под законом. А сегодня мы будем говорить о рабстве. И это отрезок шестой главы послания к римлянам с 16 по 23 стихи. В основном аргументом Павла в этом отрывке священного писания является то, что мы должны осознать факт наличия в Римской империи. Фактически, некоторые ученые говорят, что примерно 40 или 60 процентов населения тогдашнего Рима были рабами. Это очень много. Рабство было обычным явлением в дни Павла. Так что он мог использовать эту иллюстрацию к настоящей истине, отображающей жизнь под благодатью. Не кажется ли вам это довольно-таки странным, что жизнь под законом и жизнь под благодатью Павел определяет как рабство? Павел желает в этом отрезке священного писания с помощью иллюстрации рабского общества показать нам, как ложные теории о законничестве и дешевой благодати противоречат истинному Евангелию. Он все знал о борьбе христианина и показывает его отношение ко греху. Чтобы лучше понять это, необходимо знать положение раба в древнем обществе. Слуга в нашем понимании – это человек, отдающий определенную согласованную контрактом часть своего времени хозяину и получающий за свой труд определенную плату. В течение рабочего времени он находится в распоряжении своего хозяина и выполняет обусловленную договором работу, но по истечении рабочего времени он свободен делать все, что захочет, потому что принадлежит самому себе. Положение раба было совсем иным. Он не имел права выражать свое мнение, не имел личного имущества и свободного времени. Он являлся абсолютной собственностью своего хозяина на правах словесного животного. Если хозяин был жестоким господином, то участь раба была жалкой и унизительной, а порой просто ужасной. Именно об этом говорит апостол. Когда вы были рабами греха, то находились исключительно в его власти и не могли думать и говорить ни о чем, кроме греха. Но вы теперь имеете другого господина. Вам был предоставлен выбор, и вы выбрали своим господином Бога и находитесь теперь в его полной власти. Теперь вы уже не думаете о грехе, но о святости. Христианин не может быть слугой двух господ. Он сам выбрал Бога, и его жизнь принадлежит Богу. Невозможно отдать часть жизни Богу, а часть – миру. Давайте начнем наше исследование. Павел задает вопрос в 16 стихе. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Христианин должен знать две вещи. При крещении он умирает для греха. В третьем стихе мы читали с вами, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Смерть, которой умер Христос, это смерть для греха за всех. И в Римлянам, в 6 главе мы читаем, с 10 стиха, «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим». Второе. Христианин избирает себе другого господина. «Неужели не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому, того вы и рабы?» Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Эти слова трудны для понимания современному человеку, который родился в свободной стране. Это прекрасно иметь политическую и экономическую свободу, но когда мы говорим о духовной реальности, то там нет такого понятия, как абсолютная свобода. Вы или раб греха, или раб и дьявола, автора греха, или вы раб Бога, автора праведности. В духовной реальности нет такого понятия, как независимость. Нам необходимо согласиться с этим. Но, как мы видим в отрывке, рабство под грехом есть наше естественное наследство. Другими словами, если бы не Евангелие, у нас вообще не было бы выбора. Но Евангелие, а именно жизнь и смерть и воскресение нашего Господа Иисуса Христа, дает нам право теперь выбирать, кто будет нашим Господином отныне. Хочу напомнить вам слова Иисуса, но прежде прочитаем и Римлянам 7 глава 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Когда Адам согрешил, мы в нем были проданы в рабство греху». Понимаете? В рабском обществе, если человек был куплен как раб, его последующие потомки также рождались рабами. Другими словами, рабу ничего не принадлежало. Его жена, дети, одежда, еда были собственностью хозяина. Вот отличительный признак раба. У него не было ничего, что принадлежало бы ему. И грех является нашим Господином по наследству. Сохраняя все это в памяти, обратимся к 8 главе Евангелия от Иоанна. Видите ли, иудеи забыли об этой истине. Они потеряли из виду то, что реформаторы назвали всеобщей греховностью. Они относили это только к язычникам. Все язычники находятся под грехом, но только не мы. Помните, когда мы исследовали римлянам 3 главу, Павел доказал, что все согрешили, как иудеи, так и язычники, и находятся под грехом и под законом. Иисус также желал исправить мнение иудеев об их безгрешности, показывая им их нужду в Спасителе, потому что они также были рабами греха. В 8 главе, 32 стихе. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Что он подразумевал под словом «истина»? 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Иудеи были шокированы. Они отвечают ему, 33 стих. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Если они имели в виду буквальное рабство, то это была ложь. Прежде всего, Египет был для них домом рабства. Период судей изобиловал неоднократными притеснениями чужеземцев. Затем они были угнетаемы ассирийцами, вавилонянами и персами. Также в своей запальчивости они забыли о римском кесаре, которому платили подать. Если они же имели в виду духовное рабство, то также ошибались. Они не были свободны ни телом, ни духом. Послушайте ответы Иисуса Христа. 34 стих. И Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Он говорит о духовном рабстве. Римляне лишили их физической свободы, а легализм или законничество лишил их духовной свободы. Именно от этого рабства Христос пришел освободить свой народ. Он был свободен от греха и мог освободить каждого, кто поверил ему. Грех имеет такую же власть над человеком, что ни один из потомков Адама не может своими силами освободиться от него. Законничество не может помочь человеку освободиться от этого рабства. Дешевая благодать, вседозволенность оставляет человека в этом рабстве. Только праведность Христа делает нас истинно свободными. Каждый человек нуждается в Спасителе. Даже если вы решаете отдельно от молодати исполнять закон, если вы избираете для себя делать добро, вы не можете сделать этого. Ваш ум будет подвержен рабству настолько, что вы будете делать то, чего не желаете делать. Теперь я не хочу убеждать вас, потому что надеюсь, что вы все это пережили на своем личном опыте. Вы принимали решения, вы давали обещания, сохранили ли вы все это? Только благодать Божья, несмотря на наши неудачные опыты в христианской жизни, помогает нам оставаться праведными. Так что мы можем сказать вместе с апостолом Павлом в послании к филиппийцам, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Обратимся к заявлению Христа на Елеонской горе. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамонне». Никто не может служить двум господам одновременно. Скажу вам почему. Потому что эти господа не имеют ничего общего между собой. Они находятся в состоянии войны. Если бы Павел или Иисус были сегодня здесь, они, возможно, бы сказали, «Вы не можете служить Богу и материализму, или вы не можете служить Богу и себе, потому что сердцем всех материалистических проблем является любовь к себе. Вы не можете быть под Богом и позволить эгоизму или греху господствовать над вами. Изберите, кому служить». Иисус не сказал «не будете», но сказал «не можете». Такое просто невозможно. Иоанн Златоуст, великий проповедник ранней церкви, комментировав указанный текст, заметил, «Если Бог сказал, что невозможно служить двум господам, не говорите, будто это возможно». Затем Павел продолжает пояснять это, потому что весьма обеспокоен этим двойственным служением. Я думаю, что он был бы обеспокоен состоянием дел нашей церкви. Сколько членов нашей церкви принимают участие в различных ее служениях? Сколько поддерживают ее материально? Не все, и это печально. Это означает, что они имеют проблему. Скажу, какую. Но прежде скажу одну вещь. Если вы избрали Христа своим Господом, то не будете беспокоиться о том, что вы будете есть, во что вы будете одеваться. Это озабоченность тех, кто находится под деньгами, под мамонной. Потому что вы, в первую очередь, ищите Царство Божие и Его праведность. И Бог удовлетворит все ваши нужды. Поэтому Господь говорит в 25 стихе этой же главы, «Почему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться, душа не больше ли пищи, а тело одежды». Но вернемся к 6 главе. Павел говорит здесь о двух господах. До Евангелия был только один господин – грех. Но теперь есть два господина. Да, мы родились под грехом, нашим природным господином, но когда явилась праведность Божья, у нас появился выбор, потому что мы получили свободу избирать себе господина. И Павел говорит в 6 главе, в 16 стихе, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Если вы избираете грех быть своим господином, тогда вы будете грешить, пока он не заберет вас в могилу. Но если вы избираете Христа своим господином, тогда вы распрощаетесь с грехом, потому что будете ходить в его праведности». Давайте внимательно посмотрим на этих двух господ – грех и праведность. Почему Павел не использует слово «вера»? Почему он применяет слово «послушание»? Не пахнет ли это законничеством? Позвольте объяснить. Понимаете, для Павла слово «вера» всегда было более чем просто умственное согласие с истиной. Это еще и волевой акт. Предположим, человек купил машину и начинает летать на ней по Москве, попадает в аварию, и первый вопрос к нему – «Ты застраховал свою машину?» Слава Богу, я ее застраховал. Он теперь уверен, что страховая компания возвратит ему деньги. Это умственное согласие с истиной. Многие христиане имеют только умственное согласие с истиной. Они как бы застраховали свою жизнь и полагают, что теперь им можно нарушать правила дорожного движения. Но одно дело – застраховать машину, а совсем другое дело – застраховать жизнь. Если вы будете беспечник своей жизни, то никто не возвратит вам ее. Да, вы уже во Христе получили вечную жизнь. Значит ли это теперь, что вы можете быть беспечными и подвергать эту жизнь неоправданному риску? Читаем евреям вторую главу, первый стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Отпасть от чего? От благодати Христа. Вот почему для Павла вера нечто большее, чем просто умственное согласие с истиной. Для него вера – это еще и послушание истине. Есть множество подтверждений этому в посланиях апостола, но я прочитаю римлянам первую главу. Помните, каким образом он представляет себя? Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол и избранный к благовестию Божьему. Он не говорит, я Павел великий апостол. Нет, он говорит, Павел раб Иисуса Христа. Этими словами он показывает римским христианам, кого он избрал своим Господом. В тот момент, когда он стал рабом Иисуса Христа, он жил по принципу, что повелишь мне делать Господи. На пути в Дамаск он сказал Иисусу, я твой отныне и навсегда. Бог сказал ему две вещи. Первое, я хочу, чтобы ты стал моим апостолом. Второе, я избрал тебя проповедовать Евангелие язычникам. Павел поверил Господу и повиновался ему. Он был отделен Богом для проповеди Евангелия. Затем он придает значение слову Евангелия. Первая глава римлянам со второго стиха и по четвертый, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. В Ветхом Завете Евангелие было обетованием Божьим. Это обетование исполнилось исполнилось в Иисусе Христе, который пришел как один из нас, чтобы стать нашим спасителем и который своей святостью продемонстрировал, что он был божественной личностью, Сыном Божьим. В Ветхом Завете, как и в Новом, от верующего ожидалось послушание Евангелия. Мы читаем пятый стих, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорять вере все народы. Здесь слово послушание, покорность звучит как слово, определяющее веру. Таким образом, вера, согласно теологии Павла, это послушание истине. Это его фундаментальное определение вере. Теперь переходим к шестой главе и послушаем, что Павел говорит. Семнадцатый стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Римские христиане повиновались Евангелию. Павел напоминает им об этом. Поэтому, если они повиновались Евангелию, они навсегда распрощались с рабством греху. Позвольте мне обратить ваше внимание на увещание Павла христиан из Иудеев. Десятая глава, послание к евреям, двадцать третий стих. Будем держаться исповедание упования неуклонно, ибо верен обещавший. Другими словами, я весьма беспокоюсь о вас, чтобы вы не погибли. И причина, что вы можете погибнуть, не в том, что вы плохие, и не в том, что Бог не выполняет своих обещаний. По какой же причине они могли погибнуть? Причина та же, что и в римской церкви, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, помните, Павел говорит в 10 главе в 16 стихе, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Вот причина гибели многих христиан. Они не повиновались Евангелию. Обратите внимание, когда Павел цитирует пророка Исаию, то здесь мы видим, что параллельно слову «послушались» является «поверили». Почему? Потому что для Павла послушание и вера это синонимы. Что же это означает послушание благовествования? Означает ли это, что какие-либо действия с нашей стороны послушание Евангелия означает покорность истине, как она есть во Христе. Бог пришел к нам через Евангелие и говорит, «В моем сыне ты умер». Это ты должен бы умереть, грешник, но ты умер в моем сыне. Что значит повиновение Евангелия? Это когда ты говоришь, «Господи, я твой раб, используй меня и делай со мной что пожелаешь». Это и есть полная отдача себя Иисусу Христу. Но вы скажете, «Мне не нравится быть рабом». Хорошо, если вы не желаете быть рабом Христа, то вы навсегда остаетесь рабом сатаны и греха. У вас просто нет альтернативы. Вы можете обманывать себя. Я свободен, я независим, я не был рабом никому и никогда. Если вы свободны, позвольте задать мне вопрос, ты можешь доказать, что ты свободен? Проживи хотя бы день, не говорю о неделе, без греха в мысли, слове и поступках. Если вы можете, то, пожалуйста, дайте мне об этом знать. Вы заслужите того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса. Более того, вам уже нечего делать на земле. Ваша плоть уже бессмертная и нетленная. Что вы сделаете здесь на земле, переполненной грешниками? Только благодатью Божьей можем мы стать теми, какими Бог желает видеть нас. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 5 стихе, «Я есть мглаза, а вы ветви, кто пребывает во мне и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Никогда не забывайте этого. Пусть поможет нам Господь познать истину, чтобы она сделала нас свободными. И вы знаете, истина делает нас свободными. Для чего? Чтобы мы могли принять решение, чьими рабами мы остаемся. Или рабами греха, или же рабами Богу. Да поможет нам Бог принять это решение. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова